ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, мне прям везет. У меня как только эфир, у меня все про еду да про еду. Мария Дельвер, ресторанный блогер сегодня в гостях. Маш, привет. Отзавтракала? Ой, я бы сказала, перезавтракала. В трех заведениях. В трех заведениях. Рассказывай. Мы решили взять и протестировать три заведения. Объективно подойти, то, что они на взлетке территориально рядом, недалеко. Сходили в одно заведение, сходили во второе. Максим, не смогли осилить в один день три заведения. Не смогли третье осилить? Да. Пришлось на следующий день идти завтракать еще раз. Вы это все снимали? Конечно. Давай посмотрим. Давай. Доброе утро, мои прекрасные. Друзья, сегодня я не просто так, начиная именно с такого приветствия. Мы сегодня будем тестировать три заведения. И не просто тестировать, а пробовать завтраки в этих заведениях. Мы расскажем, сколько это стоит, где самый вкусный и ароматный кофе, хрустящий круассан, пышный омлет. Поэтому, ребята, оставайтесь сегодня с нами, и будет все всегда интересно, вкусно и очень аппетитно. Идем тестировать завтраки в ресторане Бунгусто, который располагается в синих крышах на взлетке. Наш прекрасный завтрак в ресторане Бунгусто начинается. Перед вашими глазами рисовая каша со сливочным маслом. Стоимость такой порции 99 рублей. А если вы хотите отдельные добавки, например, орешки, киви, бананы или мёд, стоимость этих добавок 50-40 рублей. Также хотела бы вам представить фритата, самое итальянское блюдо. Оно делается на основе трёх яиц, и к нему есть разные добавки. Например, фритата в обычном классическом исполнении стоит 159 рублей. А если вы хотите, например, добавить копчёную курочку, либо ветчину, то вы должны за это заплатить 60-45 рублей в зависимости от добавки. Конечно же, король нашего стола – это круассан с сомга. Стоимость такого круассана – 289 рублей. И смузи. Смузи в ресторане Бунгусто стоимостью 189 рублей. И, конечно, ароматный капучино. Ну что, друзья, пожелайте нам приятного аппетита! Это очень вкусная рисовая каша. Друзья, не знаю, как вы, я не умею готовить рисовую кашу. У меня она либо переваривается, либо, наоборот, недоваривается. Здесь просто потрясающе. Очень вкусно. Ммм, орешки кедровые. Ммм, посмотрите в серединку. Смотрите, какая она внутри. Очень нежная, сливочная такая. Ммм, очень даже вкусно. Так, оставляем место для круассана. Из первого заведения ресторана Бунгусто можно сказать, что мы не вышли, а сытыми выкатились. Мы отправляемся в следующее заведение, которое находится буквально рядом, в синей крыше. Кафе называется «Графин». И сегодня мы будем тестировать в завтраке второй завтрак в кафе «Графин». Мы уже на завтраке в кафе «Графин». Сегодня мы решили попробовать с блюдом. Первое блюдо – это французский тост с авокадо, лососем, яйцом пашот под соусом голландес. 260 рублей. Блинчики с красной икрой. И плюс ко всему идет в подарок бокалы Гристова – 390 рублей. А завершать сегодня мы будем вкусным фруктовым салатиком с кремом из зефира и пудры из апельсина – 150 рублей. Латте и капучино. Блины с икрой киты зеленым сливочным маслом подаются с бокалом Гристова. Прекрасное начало дня. Если можете себе позволить, мне кажется, это очень, правда, здорово. Переходим к сладенькой части нашего сегодняшнего завтрака. У меня в ложечке фруктовый салат с зефирным кремом. Настолько потрясающая нежная текстура, в меру сладкий, в меру свежий за счет апельсин, киви. Ну что, друзья, у нас уже второе заведение и второй завтрак. Что удобно в кафе «Графин»? Вот таким образом выглядят завтраки. Смотрите. И здесь очень понятно, написано, например, блюдо из яиц вы можете выбрать, каша на выбор, фруассаны, либо выпечка. Поэтому, друзья, нам здесь очень понравилось. Вчера мы смогли осилить только два заведения. Сегодня мы тестируем завтрак в Луи-Бидоне. И вашему вниманию представляю наше угощение. Первое блюдо – это бриоши-лососи. Стоимость такой порции – 350 рублей. Сырники из рикотты с соленой карамелью с сметаной и ягодами – 250 рублей. А пышные оладьи со сгущенным молоком с сметаной и ягодами – 170 рублей. И завершать сегодня мы будем нашу дегустацию рисовой кашей с двойным манго – 220 рублей. Пожелайте нам приятного аппетита! Рисовая каша с двойным манго. Делайте на обычном молоке. А если вы желаете на кокосовую, доплатите 50 рублей. Очень вкусная каша. Рисовую кашу мы пробовали тоже в Бонгусто. Она немного отличается, но при этом тоже очень вкусная. Посмотрим, как дела с манго. Мне и без манго хорошо. Пышные оладушки со сгущенным молоком. 170 рублей за такую порцию. Но попробуем. Слушайте, и сгущенное молоко, и сметанка. Ох, отрабатывать в спортзале придется вдвойне. Слушайте, те пышные оладушки, которые готовит бабушка. Ну, скажу сразу, блюдо девочки абсолютно не диетическое, но очень сытное и вкусное. Ну что, друзья, все три ресторана мы оттестировали. И пришло время делать выводы. По нашим, именно вкусовым ощущениям, я считаю, что, наверное, самая вкусная рисовая каша все-таки в ресторане Бонгусто. Самые классные оладьи со сгущенным молоком – это луи бидон. А если вы хотите на завтрак попробовать бокалы гристого вина с блинчиками и красной икрой, то это однозначно в кафе «Графин». Поэтому, друзья, мы рекомендуем посещать эти три заведения, но учитывайте время завтраков. Например, в кафе «Графин» завтраки с 8 до 12 часов дня, в ресторане «Бонгусто» завтраки до 12 часов дня. А если вы хотите завтракать в луи бидоне, то это целый день с утра до вечера. А еще употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью. Об этом не забывайте. Маша, это все на взлетке? Это все на взлетке. Я не на взлетке живу. Я тут как бы под горой там направо. Доставка у них есть? Доставка есть. У всех? У всех. А кого бы посоветовала в доставке? Ну, вот смотри, на самом деле, хороши ребята все. И каждый по-своему. Вот, например, в луи, да, то, что говорили ребята, удобно, что у них завтраки целый день с 8.30 до 10 вечера. Например, в ресторане, так у нас был густом. Ну да, смотри, во сколько проснулся, правильно? Из 9 до 12, да, что тут нужно учитывать тоже время. Поэтому все вкусно. Вот знаешь, говорю, вот рисовая каша безумно вкусная в Бонгусто. Ну правда, это было просто, я не умею готовить рисовую кашу. У них вообще все очень ароматное такое. Потом домашнее. Ну вот да, вот про домашнее, это точно Бонгусто. Ну когда тебе блинчики с красной икрой и бокалом и Гристово. Не, ну ты хорош, ты издеваться-то уже. Ну я понимаю, время без пяти девять, как бы сейчас не про завтрак вообще речь должна быть. Но мы все-таки говорим о том, что вот завтра с утра люди, допустим, по своим делам поехали там и перед работой, например, заскочили на завтрак. Они все с восьми работают? Нет, получается Бонгусто с девяти, а ребята работают с восьми утром. Ну а вообще... Кафель Графин и да, и Луи Бедон. И доставка, видимо, тоже не прям не с семи утра работает. Не с семи утра. В любом случае, я думаю, что на завтрак можно заранее заказывать что-то с вечера, звонить в ресторан, либо при помощи Инстаграма, сейчас очень удобно, что в директе связаться можно. Либо ты просыпаешься, звонишь, тебе привозят. Очень удобно, например, кто живет в синих крышах, там уже свои постоянные гости. Понятно, конечно, спустился в халате. Я думала, что да, у этих тапочек в халате, да. Но я слышал, ты сказала, что придется эти ватрушки или что-то ела, оладушки отрабатывать в спортзале. Из всего этого, что для тебя, как человека, все-таки разбирающегося в еде, оказалось самым безвредным для фигуры? Безвредным для фигуры? Ну вот из трех заведений. Ты знаешь, на самом деле, наверное, только яичницу, которую мы кушали. Это серьезно, правда. Но только она оказалась самая безвредная. Потому что, смотри, каша достаточно калорийная, калорийная. Энергии в ней много, как в любом случае. Потом получается, она с круассан, сам понимаешь. Ну да, это выпечка. С соусом, выпечка, плюс ко всему. Блинчики тоже, оладушки, вообще там можно все слипнуться, потому что они вкусные, они такие сочные. А по цене как? По цене, кстати, в сюжете была цена. Нет, цены везде были подписаны. Например, смотри, каша 99 рублей. Ну вот в общем, грубо говоря, в Бон Густа это там сотни три, наверное, да, вышло? Ну вот ты знаешь, это на самом деле, если ты берешь плотный завтрак. Да, там есть комбо завтраки, кстати, в Бон Густа. У них получается 360 рублей, там входит и каша, у тебя может быть и круассан на выбор, и напиток. Там действительно есть какие-то хорошие такие комбо, их называют. Например, если ты берешь немного и кушаешь немного, вот мне достаточно, в принципе, одного блюда. Ну опять же, если ты гонишься за экзотикой, то идешь тогда в Луи, получается. Потому что, ну, кашу с манго. С манго, да, причем двойные манго. Да, а опять же, в графине тоже есть экзотик, и вот этот салатик сладенький с кремом, да? Ой, это безумно вкусно. Вот на самом деле, вот кто любит сладенькое, но при этом, знаешь, в меру сладенькое, нет приторности такой явной. Это правда очень вкусно. Хотя, я говорю, я больше без сладостей. Когда, я тоже схожу с тобой уже, наконец, у меня вопрос. Слушай, да, Максим, надо, потому что вот у нас следующие взоры готовятся. Я до ужина. 33 еще у ресторана будет физически. 33 ресторана? Ну, мы сейчас что делаем? Мы стараемся сравнивать. Это же интереснее формат стал для сравнения. Я готов, я готов. 33. За вечер 33 сравним вообще легко, прям легко. Я пару дней до этого не поем, и мы поедем вечером сравнивать. 33 ресторана, впервые в истории телевидения, мирового. 33 ресторана за вечер. За вечер. Давай. Максим, мы с тобой выкатимся, правда. Ничего страшного. Я не переживаю за свою фигуру. Отработаешь в спортзале. Мне это вообще все равно не грозит. Маша, спасибо тебе огромное за то, что пришла в гости. Для вам, друзья, советую, естественно, не переключаться. Конечно же, все дальше на преме будет максимально интересно для всех вас. Но, возвращаясь к теме завтраков, очень круто, если вы все-таки сходите и попробуете их, хотя бы для того, чтобы подсмотреть эти рецепты, узнать для себя что-то новое, и дома своему благоверному или благоверной вот так внезапно взять и с утра выкоптить круассан с манго и рисовой кашей. Я уж не знаю. Спасибо огромное. Всем доброго вечера.